С первого взгляда это самая обыкновенная лекция. Студенты сидят за партами, лектор увлечен о чем-то рассказывает, вроде даже есть вопросы. Но одно существенное отличие все же есть. Здесь абсолютно точно нет случайных людей. Каждый из них знает, почему он здесь и что хочет получить. А всех вместе их объединяет твердое желание добраться до самых потаенных уголков истории своих семей и народов. И летняя школа по рукописным и старопечатным источникам делает это вполне реальным. Стар татарский, или так называемые поволжские тюрки, османский, будь то арабский, будь то персидский. Наши предки, которые проживали на территории Поволжья и вообще в Волго-Уральском регионе, прекрасно владели каждым из этих языков. Соответственно, сегодня, к сожалению, это наследие фактически утеряно, потому что специалистов, которые способны познакомиться с этими материалами именно в таком первозданном виде, очень мало. Поэтому наша школа преследовала в первую очередь именно такую цель. К слову, возможность прикоснуться к древним рукопсям заинтересовала не только историков. Среди слушателей школы есть и филологи, и лингвисты, и востоковеды, и просто те, кому небезразлична история. В данный момент мое исследование связано с ранними газетами казахскими в начале XX века, которые писались на арабской графике. И когда я узнал об этой летней школе, которая посвящена арабографическим манускриптам, а также печатным изданиям, у меня появился большой интерес к этой школе. В этой школе нас обучали, как правильно разбирать персидские рукописи, и для меня это очень большой вклад в мою научную работу и в том, что я становлюсь в совершении своей работы. Возрождение наследия татарского, культуры и наследия, она очень важна для того, чтобы сохранить и обогатить культуру современного татарина, татарские традиции. Летняя школа продлится до 10 июня. За оставшиеся дни организаторы планируют посетить еще несколько архивов, где хранятся древние арабские рукописи. И, конечно же, побывать в исторических местах Казани. Александр Александров, Ленар Довлитьяров, Универньюс.